Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топик Геймс. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Поделитесь роликами, будет все хорошо и красиво. Также, любителям халявы, ссылочка в описании, заходите в Телеграм, нажимайте участвовать и выигрывайте премиум аккаунты, не только. Сегодня очень интересная тема, это ведьма голым персонажем. Как вы видите, что у нас достаточно все очень и очень таки интересно, потому что наш персонаж полностью голый, без единой брони. Только аптечки и только то, что может заставить нас выжить. Я думаю, что здесь будет сейчас очень сложно, потому что, потому что зажали возле чокора. Часто такое со мной случается, очень часто сливают меня, достаточно уверенно и все, кому не лень, особенно когда зажимают. Что это такое? Почему у нашего персонажа 220 хп? Потому что это тот же дрон, продолжая, либо развивая интересную тему с дроном. Я показываю, что у нас дрон это очень и очень крутая тема. Как вы видите, рука отлетела у ведьмы, она теперь не так уж больно кусается, но все равно, но 80 хп это жесткий уродище. Итак, наш дрон добавляет серьезные показатели хпшек. Как только дрон выезжает, он просто-напросто, как вы видите, добавляет нам хп и это очень круто. Да, подобные бонусы от дрона, конечно же, просто-просто шикарны. Можно злить всех и вся. Да, очень интересно. Надеюсь, вам нравятся подобные видосы и не каждый решится пойти на ведьму голым, потому что она бьет, ну, сверх сильно. 200 урона, если у нее две руки. Ну, а здесь уже, когда ты руку отстрелил, можно сказать, что дело пошло именно в твою сторону. Угу, именно в то русло, в которое нужно потекла тема с литием именно ведьмашечки. Ну, а как говорится, как только ты справился с этими зомбиками, то ведьма возвращается. Возвращается 1000 хп, это 12-13 выстрелов с нашего сладкого дробовика, ну, а если еще с критами, то еще меньше. Ну, и плюс к этому, что хотелось сказать. В сегодняшнем видео мы покажем все плюсики нашего крутого дрончика, потому что именно он может показать вам нереальные бонусы, шикарные, шикарные, интереснейшие моменты, которые просто, я так вам скажу, заходят как теща под лед. Угу. Не только хп может добавить наш дрон, но также и крутые темы, которые вы уже видели, но тем не менее, хотелось бы повторить. Мы развиваем тему с дроном. Итак, мы возле МК-7. Это является босс лаборатории. Очень и очень жесткий. Я не знаю, почему там со звуком какие-то траблы, но тем не менее, звук почему-то раньше пошел, чем сам, как говорится, само сражение с боссом. И у нас есть такая вот тема, где ты на хард-режиме в лаборатории с одного удара сливаешься. Вы видели? 152 урона прилетает к вашему персонажу каждый раз, когда он делает комбо-атаку. Это просто жесть. Но тем не менее, когда у тебя есть дрон и 220 хп, то тебе по боку то, что он делает. Да, любой, как бы, среднестатистический... Какой? Любой персонаж без этого баффа не выдержит удар в 152 урона. И это еще броня, если на тебе, спецвойск. Представь себе, что не так уж и легко просто блокировать весь этот урон. Угу. Но зато с этим дроном, с этим бонусом, да, получая чуть-чуть по шее, да, получая чуть-чуть за воротник, ты на изи, как увидишь, 152 урона. Просто-напросто нужно теперь дрон вызывать или уже не надо, потому что он все три комбо-атаки свои провел. Все-таки 220 хп это то, что доктор приписал. И именно то, чем можно похвастаться. Что у вас с дроном, какие моды вы уже собрали, собрали вообще дрон, идете ли вы вообще к дрону, ну и есть ли у вас идеи к дрону и всему, что, конечно же, от него вытекает. Да. Очень интересная тема. У дрона есть помимо хп-шек и того, что он может быть реально крутым. Например, ваш дрон может обладать нереально мощным выстрелом. Об этом выстреле я даже снял несколько роликов. Но в этом ролике мы также повторим, как говорится, засвоенную информацию. Потому что дрон, он может добавлять вам хп, он может еще что-то там, если честно, делать. Но также он может наносить нереально мощнейший выстрел, который может сразить любое механическое существо в игре. Не, не так. Любой механический враг в игре получит очень нереально большой урон. Так как у нас МК-7 уже является механическим противником, то есть это робот или как он там называется, что-то такое, андроид или дроид. Короче, вот эта вот штука, что-то среднее между человеком и роботом. То он с одного удара, бам, по губам сливается без особых проблем. И это не читы, это просто модуль на дрон. Да, это модуль на дрон. Да, увы, он наносит только однажды этот выстрел, но очень красиво. Просто нереально шикарно. Также это можно использовать в месте, где есть любые турели. Например, турель тоже считается механическим противником, потерпает с одного удара. Очень круто. Это тоже вы могли видеть в некоторых роликах, но тем не менее. Насколько прекрасен дрон, насколько он крутой. Ну, блин, насколько прекрасен дрон, что я в него влюблен. Очень шикарная тема. И вы знаете, что собрать эти модули, может быть, и хотелось бы. Но это нереально сложно. Мне кажется, что вот-вот должно прийти обновление и не только на дрон, но и на поселение. Почему? Потому что поселение сейчас в таком вот месте, в таком вот случае, где мы уже максимально все прокачали. Максимально прокаченное поселение, я так понимаю, что у многих ребят, и они ждут чего-то. Они очень хотят, конечно, еще больше покупать, еще больше строить, еще больше фармить. Но, увы, у них уже максимальные уровни построек, максимальные доснигнутые какие-то, я не знаю, квипы у их наемников и все остальное. Но вот так вот все происходит. Об этом, конечно, отдельный видос. Я надеюсь, вам понравится. Вы заценено поставите лайкос. Итак, мы, ребят, еще найдем одну турельку. Это тоже очень интересно, потому что турельки дроном сливаются с одного удара, и это просто шикарно, как сказал бы Картман. И мы, ребят, яростного гиганта, просто умножаем на ноль. Уничтожать ли на хард-режиме? Да. Вот в лаборатории с хард-режимом это уже беда, потому что МК-7 в хард-режиме лаборатории не сливается одним ударом. Поэтому там и используется дрон уже более на хп. Хп-шки добавляет, потому что... Ну а смысл тогда этого, смотрите, еще даже не кидал, а турель уже, как говорится, голову повесила. Очень круто, интересно и очень симпатично. Выглядят моды на дрон. Это точно. Я думаю, что каждый из вас захотел теперь собрать несколько из них. Я думаю, что самые шикарные, это вот они. Ну а пока что, всем пока, и мы увидимся в следующих видео.